Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается разъяснения Минфина по поводу НДС. А именно рассмотрена ситуация, связанная с определением пропорции, которую необходимо составить и рассчитать для принятия к вычету НДС. Как вы все знаете, в случае, если налогоплательщик осуществляет операции, как связанные с обложением НДС, так и необлагаемой НДС, то в данном случае вычеты по товарам, которые одновременно используются и как в деятельности облагаемой, так и необлагаемой НДС, можно принимать не в полном размере, а лишь в пропорции. При этом эта пропорция определяется на основании пункта 4.1, ст. 170 НКРФ. И во многих случаях возникает вопрос в том, какие суммы включать при расчете соответствующей пропорции, а какие нет. Вот именно данному вопросу и посвящено соответствующее письмо Минфина. В нем указывается, что доходы от участия в уставных капиталах, дочерних и зависимых обществах, они не учитываются при расчете соответствующей пропорции. Данное разъяснение важно для применения пункта 4.1 и, безусловно, должно учитываться налогоплательщиками при расчете соответствующей пропорции. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.